Друзья, я сейчас просто в шоке, в огромнейшем, потому что я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, как мне попасть вот сейчас домой, и какие варианты есть и так далее. И это просто самое конченое, самое невежественное консульство, которое только может быть. Девушка, оператор, просто психованная идиотка, и второй раз, когда я перезваниваю, уточнить информацию, она просто скидывает, даже не берут трубку. То есть не могут объяснить нормально. Когда ты говоришь, что я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас, какие есть варианты. Они просто говорят одну заученную фразу, и говорят, тот, кто хотел выехать, уже выехал. Я хочу одно сказать, что так не поступают, так дела не будут. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто, блядь, жопу вытирают. Более того, я скажу больше, это похоже на предвзятные отношения граждан Украины, которые на данный момент сейчас находятся в России. И, блядь, у меня такой же паспорт, как у вас, у меня такие же права, гарантированные мне конституцией, как у вас. Поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, не работайте на этой работе. Друзья, всем спасибо за то, что отозвались, рассказали, что, как, где сейчас. И немножко хочу объяснить, что дело не в том, что верните меня срочно домой и так далее. Дело в том, что я, как обычный человек, звоню узнать, какая сейчас процедура возврата домой, или нужно ждать окончания карантина и так далее. И мне просто не захотели предоставить в полном объёме информацию. Вот в чём проблема. Мало того, ещё разговаривали на повышенных тонах, бросили трубку, и сейчас просто постоянно сбрасывают или просто не работает номер телефона. Дело в этом. Вообще, в принципе, наверное, вот эти вот мои сторис, это были, наверное, наболевшим за последние дни, потому что за всё время, что ты смотришь в интернете, там, одних ребят из Исландии долго не могли вывезти, одни застряли в Вене, хрен знает сколько сидели, в общем, и реально это огорчает. Потому что, не знаю, если бы я оказалась на их месте, блин, я бы, наверное, вообще очень сильно была расстроена и зла.